1 января текущего года индивидуальный предприниматель, независимо от того, плательщиками какого налога они являются, а также вне зависимости от результатов их деятельности, обязан самостоятельно уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Сумма такого платежа зависит от определяемого ими дохода за истекший год. При этом она не может быть меньше той, которая просчитана, исходя из минимальной заработной платы за тот же период, с учетом ее индексации. Страховые взносы, начиная с платежей за 2014 год, уплачиваются независимо от осуществления и результатов предпринимательской деятельности и в размере не менее требуемой минимальной суммы. Уплата страховых взносов производится ежегодно, не позднее 1 марта года, следующая за отчетным годом. Хотелось бы обратить особое внимание коммерческих организаций с численностью до 100 человек. Для тех микроорганизаций, которые нарушили ежемесячный срок оплаты платежей в бюджет фонда, установлен ежемесячный срок оплаты платежей в бюджет фонда. Не своевременность или уклонение от уплаты взноса – правонарушение, которое может повлечь за собой серьезные последствия, в том числе и денежные, как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Но не только заплатить, но и отчитываться по персонифицированному учету за прошедший год о проведенной деятельности также не стоит забывать. Предоставить данные за минувший год предприятия должны были до 1 апреля, а у предпринимателей еще есть время до 1 июля. Как предприниматели, так и предприятия за непредоставление данных по персонифицированному учету могут быть привлечены к административной ответственности по статье 23.16 о несвоевременной и неполной сдаче документов персонифицированного учета. Более подробную информацию о том, как правильно начисляется сумма взноса, кто имеет льготы при его выплате, а также обо всех изменениях расчетных счетов, можно узнать как на сайте вашего фонда социальной защиты, так и обратившись за консультацией к специалистам в частном порядке или по телефону.